Всем привет! Ах, нашла маму на штуку! Помните, я покупала такую кельскую для взбивания пены? Ну, Соня, выключай, сломаешь. Я постирала все полотенца. Я вам показывала... Соня, показывала отбеливатель, все полотенца беленькие, чистенькие. Отлично. Она ставила на хлопок 95 градусов, чтобы они мне все прям отбелились и... Ты в космосе? Сейчас в сушилку закину, и они будут мягенькие, классные. В общем, занимаемся домашними делами. Девчонки, пришло время. Будем квасить капусту. У меня такая огромная. Здесь 5 килограмм. Я тут немножко отрезала на салат. Взяла морковку, капусту. Я сейчас достану свою чудо-мясорубку, на которой можно будет перекрутить морковку. И также там есть насадка. Мне девчонки писали, что можно шинковать капусту. Я попробую. Я уже как-то раз пробовала. У меня ничего не получилось. Мне проще руками. Вот. Но попробуем. У меня, кстати, есть еще вот такая вот терка. Если мне нужно быстро на салат, я вот на такую вот терку тру, но руками это долго. И точно такая же есть вот насадка. Можно тереть капусту. Если мне нужно на салат, я прям на ней тру, но это тоже долго, поэтому мне проще либо руками, либо вот сейчас достану насадку, попробую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Получилось через насадку, но она получается достаточно мелкая. Видите, какая? Я вот люблю, когда она пойдет кусочками, такими длинненькими. Я вот теперь не знаю, то ли все ее так сделать, то ли такую оставить и пошинковать руками. Видите, кое-где попадается. Ну да, в принципе, ну мелковато. Ну, конечно, так получается намного-намного быстрее через эту насадку прям, в принципе, ну такого плана насадка, но видите, не длинно она как-то шинкует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, у меня получилось, здесь у меня такое большое ведро, здесь где-то килограмм, наверное, литров 5, наверное, не знаю, но здесь где-то килограмма 3-3,5, наверное, капусты. В общем, я решила не заморачиваться, как вы видели, пошинковала. На литр воды, нам нужно литр, на литр холодной воды, нам нужно столовая ложка сахара, столовая ложка соли. Я добавляю немножко воды, сейчас это все немножко подогрею, остужу и заливаю рассолом, и мы оставляем, в общем, в теплом месте, вы смотрите, дня на 3-4, пока она начнет киснуть. Как только вы видите, что она начнет киснуть, ее нужно будет убирать. Я беру здесь всего лишь литр воды, потому что, ну, чтобы она быстрее остыла, и чтобы побыстрее залить. Вот, все, я вам внизу напишу, на литр воды столовая ложка сахара и столовая ложка соли. Я беру 3 ложки, я думаю, что мне где-то уйдет, наверное, 3 литра воды, если нет, значит, добавлю. Больше никаких нам специй, ничего не надо. Все, ставим, разогреваем, все это хорошо размешиваем, чтобы это все растворилось. И потом добавляете холодную воду. Получается очень быстро и вкусно. Это такой же рецепт, проверенный годами. Главное, тут хорошо помешивайте, чтобы ничего не пристало. Все, я залила рассолом. Буквально там минутка-две, пока вот все это у вас растворится, все, заливайте холодную воду, кипяченую, заливайте. Сейчас ставим какую-нибудь тарелочку и подгнет, только прокалывайте обязательно в теплое место. Видите, вот так вот подгнет, ставим и ходите, прокалывайте периодически, чтобы выходил вот этот вот воздух. Будет у вас очень вкусная квашеная капуста. Решила я помыть раковину, добавила вот это средство, изи-клин, которое я вам показывала в баночку. Это стопроцентный перкарбонат. Решила просто не морочиться, засыпала, сейчас так вот кипятком, заткнула раковину. Видите, поработает, я ее, вода остынет, и все, промою, и не буду заморачиваться. В общем, а я пока навожу здесь порядок на кухне после своей готовки. Так, мы навели порядок, помыли, полы, пропылесосили. Все, сейчас стульчики убираю, сейчас еще столб протру, просто после стульчика все вон повыносила, посуду, что руками помыла. Тут у нас человек вообще отдыхает, и у меня уже посушилось полотенцем, все идеально сухое, мягенькое. Сейчас разложу по местам, и фильтры надо почистить. О, гляньте, сколько. Вот раковину просто ополоснула водой, посмотрите, какая она чистая, была очень грязная, а чай от кофе остаются следы, если сразу не вытереть, остаются такие прям некрасивые следы. Все, девчонки, я прям довольна, занялись Сонькой, делами. Теперь можно и передохнуть. Соня, помогла уроки сделать? Ну, такое. Ну, такое. Побыстрее, да, сделали? Димчик идет портфель собирать, портфель тоже уроки делаем, сразу портфель собираем, чтобы потом к этому не возвращаться. Да. И после тренировки делаем. Да, давай, собирай еще на завтра. Вау! Это что у меня за такая девочка в таких-то сапожках крутых. сапожки, теперь я люблю. Соня, тебе удобно? Очень. Очень? Для нее это штаны, штаны, можно сказать. Штаны еще подкатила, как шорты. Ох, танцор. Я еще вчера заезжала на Балбери, сейчас покажу, что купила. Помните, я вам показывала лифтинг крем нового поколения, я заказывала там себе, он, знаете, так хорошо подтягивает кожу, и когда вы им пользуетесь, такое ощущение, что лицо немножко как бы покалывает, как будто он прям работает. В общем, я зашла, посмотрела, у них появился ультрапитательный омолаживающий крем, это такой, знаете, вечерний вариант, мне кажется, вот вечером хорошо напитать кожу, вот так вот он выглядит, я вам еще оставлю ссылочки, посмотрите, но он такой больше как будто бы на вечер, потому что вот он прям хорошо напитывает, вот сейчас включили отопление, становится дома сухо, плюс мы болели, и знаете, кожа прям сухая-сухая, и он прям хорошо напитывает, и он подходит, и можно пользоваться и утром, и вечером, каждый день, мне понравился, так что, девчонки, если вы что-то тоже ищите интересно, можете посмотреть, он достаточно, ну как бы недорогой, и несмотря на вот эти вот баночки, да, работает как бы хорошо, а еще скоро Новый год, мы потихоньку готовимся, поэтому я еще заказала гирлянды, заказала две гирлянды, три на три метра, вот такие вот гирлянды, они тонкие, я почитала отзывы, отзывы очень хорошие, поэтому я заказала две, одну себе, скорее всего, а одну родителям, в общем, я заказала белый цвет, и разноцветный, теплый белый, три на три метра, к ним идет вот такой вот пульт, тоже, кстати, очень удобно, у меня никогда не было гирлянды с пультом, вы можете выбирать разные режимы, которые вам нужны, вот такая вот гирлянда, мы сейчас с вами распутаем, и я хочу уже повесить, потому что уже ходит, знаете, такой атмосферы, я очень люблю, когда на окнах гирлянды, когда, знаете, так вот дома уютно, тепло, в чем плюс этих гирлянды, что мне понравилось, что они очень-очень тонкие, и тонкие такие нити идут, и их можно не снимать, то есть оставить, например, сейчас повесить, и оставить, вообще на круглый год, их будет не видно, в общем, размер идет 3 на 3 метра, 8 режимов работы, вот пульт, как я вам показала, и там есть разные цвета, вот холодный белый, теплый белый, и разноцветный, в общем, я взяла теплый белый, и разноцветный, тут идет еще инструкция, так, я теплый белый достала, а вот разноцветный я не буду распаковывать, в общем, вам покажу, видите, какие-то тонкие-тонкие нити, почему сейчас заказала, потому что дешевле сейчас можно к зиме готовиться, к новогодним праздникам, сейчас цены намного ниже, чем будут, например, в декабре, вот, поэтому заказала пораньше, сейчас хочу вам показать сразу разноцветную гирлянду, тоже, если вы, например, ищите что-то, может быть, в детскую, такое вот разноцветное, в общем, вот так вот смотрится, видите, все хорошо запечатано, я ее раскрывать не буду, потому что отдадим родителям, и вот идет от USB, я вставила в этот штекер, тут тоже идет пультик, в комплекте, и тут тоже разные-разные тут режимы, и сейчас вам покажу, как это выглядит гирлянда уже в темноте, иначе. Продолжение следует... Так, у меня вот такие вот хомутики. И у нас такие вот штучки есть, они прикреплены, видите, к окну. Поэтому я на хомутики прицепила эту гирлянду. Можно, в принципе, прицепить туда наверх, на шторы. Но так как у меня здесь есть хомутики, вот, посмотрите, как хорошо это все сделано. Видите, каждая закреплена, то есть вы когда вешаете, ничего не мешается, то есть все очень аккуратно, немаловажно, потому что, знаете, бывает, когда распутываешь, потом не можешь и распутать. В общем, я их так вот сейчас прям на окне, я их распутаю, и будет у нас вот такая вот шторка, гирлянда красивая. Ну что, посмотрите, какая красота получилась. Мне безумно нравится. Здесь есть разные режимы, 8 режимов, но я поставила такой, чтобы, знаете, он не сильно мелькал, то есть вот такая вот красивая такая штора. Мне очень нравится прям, знаете, атмосфера нового года. И еще, знаете, что мне безумно понравилось, это вот эти вот нити. Я вам уже говорила, что они достаточно тонкие, и вот их можно сделать, видите, покороче, как я вот здесь вот сделала покороче, и также подлиннее. Вот видите, я по бокам сделала длинные. Я, может быть, сейчас пока вот так вот оставлю, а потом их, может быть, распущу, чтобы они были прям-прям до самого пола. В общем, девчонки, смотрите, можно вешать, конечно, по-разному, как я на хомутике, либо на самый-самый потолок, ну, под потолок вешать, на штору. Смотрится очень круто. В общем, я вам оставлю ссылочки на Вайлберис, где я заказывала. Смотрите, сейчас по хорошим ценам можно купить и не дожидаться Нового Года, и уже украшать дом. Нет, не убили. Как это так? Привет, Макс. Привет. Снимаешь? Да. Макс, поздоровайся! Макс, поздоровайся! Мама снимает! Смотрите, что у нас здесь. Я жарю блины и жарю вот такую вот огромную сковородку. Картошки жареные у нас будет сегодня. Что-то так захотелось. Достала кусочек сала. Сейчас я его тоже порежу и добавлю. Я очень люблю жареную картошку. И вы достала. Получается очень вкусно. Ну, и дети захотели блинчиков. Раньше реально очень часто готовят. Сейчас никакого желания нет изготовить, но дети попросили, поэтому блины и жареная картошечка. Жалко, что капуста еще у меня не готова. Была бы сквашенная капуста вообще идеально. Ну, ничего, капуста поспеет и еще раз пожарим картошку. Вот у меня блинчик. Потому что они просто обожают. И жареная картошечка с луком. И немножко добавила сало. Все же закрываю крышкой, потому что, чтобы была горяченькая, скоро будем ужинать. Вкусно так. Кто любит, кстати, жареную картошку, напишите. Я обожаю. Особенно, когда кто-то другой жарит, потому что я жарить не люблю. Я тут жарю картошку, а Сонька у меня попросила овсяную кашку с клубничкой. А Сонька с планшетом не расстается. Давай, ты кушай кашку. Угу, давай. Вот аппетит хороший. Умничка. Целый день в пижаме, да? Молодец. Так, не спеши. Ты кушай, просто кушай. Сонька целый день в пижаме сделала себе такое лежбище. Мы смотрим мультики, кушаем вкусно, смотрим мультики, отдыхаем. Да, Сонька? На ютубе мультики смотрим. И весь смотрим. Вот такую вот красоту. У нас такой уют. Мы даже торшер не включаем. Я уже показывала, зайчик. Видите, моргает. А, да, мы смотрим фиксиков. Я не могу нарадоваться. Слушайте, как мне нравится. Да, мне нравится. Да, только режим надо поставить другой, чтобы сильно не моргало. Какая кошка. Ты что, замерзла на улице? Давай, иди. Давай, выходи. Давай. Пеки, 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 пеки. Я вам в прошлом видео показывала заказ косметики с Белори. С девчонки очень крутая. Умывалка корейская. Слушайте, она прям очищает до скрипа. Я оставляла там ссылочки внизу в описании. Можете посмотреть. Вот такая вот. Слушайте, она просто нереальная. Я косметику не смываю именно с глаз. Я снимаю мицеллярка. Мицеллярка, кстати, у меня от Фаберлик. Классно уже. Меньше, чем полбаночки. Нужно будет тоже заказать. Буду скоро заказ делать. Классно. А вот эта вот умывалка, она прям до скрипа, знаете. Лицо прям такое чистое, хорошо очищенное. И очень вот этот вот стартер тоже я вам показывала. После умывания я наношу тоник. Потом вот этот вот стартер и крем. И прям вообще здорово работает. Просто идеально. Все, я буду на этом заканчивать видео. Привожу себя в порядок. Укладываем детей спать. Устались. Увидим, такой день какой-то суматошный получился. Ну, все, с вами скоро. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok